О, все, закончил. Назову его шокоспиннинг П-1 по имени изобретателя Петренко-1. Я не знаю, мне больше нравится классическая рыбалка. Пришел, удочку закинул и сидишь. А рядом красота, птички поют, тишина. Скорее бы выходные уже. Это да, да, на выходные хочется. Нет, ну вы видели такое, а? Это кощунство. Это не избиратели, это какое-то стадо верблюдов, плюющихся с зеленкой. Что вы смеетесь? Это, между прочим, ваш район. Да просто вы реально на Шрека похожи. Не, действительно, я бы на вашем месте задумался. На детских утренниках могли бы неплохо зарабатывать. Это не смешно. Я не могу на Мальдивы улететь. Я не могу пройти паспортный контроль. Мне пришлось уже паспорт второй делать с зеленым лицом. Егор Григорьевич Шипко. Да что вы ржете, как кони. Мы можем, конечно, вам помочь, но всех митингующих мы посадить физически не можем. Да не нужно мне никого садить. Мне нужно оцепление. У меня еще 523 встречи с избирателями в вашем районе. А, ну, если оцепление, это, конечно, поможем. Поможем. Завтра в 8 утра жду вас возле горсовета. Паспорт ваш, пожалуйста. Спасибо. Да, Гена. Да, сделай мне сауну на 2 часа. Да, опять с зеленым лицом. Гена, что ты вопросы такие задаешь? Да что я тебе плачу такие бабки? Нахрена я на этом экскаваторе корячился? Да, плакала наша рыбалочка. Ничего не плакала. Смотри. А что ты уже придумал? Алло, аптека? Здравствуйте, девушка. Подскажите, зеленка у вас есть? Сколько? О всю давайте зеленку. Да, всю-всю, отложите. Ага, хорошо, сейчас приедем, заберем. Да, спасибо большое. Ага, счастливо. Это зачем? Да ты подумай. Если мы всю зеленку в городе купим, то и людям в него бросаться нечем будет. Тогда оцепление никакого не надо. Едем на рыбалку. Вот это ты голова, Петренко. Ну так. Занимаешься всякой... Ладно, занимайся, занимайся. Ну что, в аптеку? Да как бы поделить бы... Спокойно, что... На зеленку. На зеленку. На зеленку. Ну, вот теперь ты понимаешь, что твоя классическая рыбалка – это фигня полная. Вон, вся морда сгорела. Целый день на речке просидел, ни одной рыбы не словил. Хорошо, что я свой шокоспиннинг взял. По реке 15 минут поводил – ведро карасей. О! Слушай, Петренко. А если мы вот этой зеленкой морду мне намажем, оно попустит? Не знаю. Но попробовать можно. Да? Угу. Да вы что, дармоеды, вообще охренели? Вы должны были меня охранять! Где оцепление? Я, между прочим, бабки платил. Да успокойтесь вы! Мы ж всю зеленку во всех аптеках купили! Да какой зеленок? Вы... Вы мне бабло вернете в двойном размере. Понятно вам? Сейчас. Алло, Гена? Мне тут двух ментов нужно на счетчик поставить. А, кстати, мне еще загранпаспорт нужно сделать. Не зеленый! Какой зеленый? Желтый! Ты идиот, что ли, совсем? Гена, ты меня раздражаешь. Гена, я при встрече, я тебе... Я тебе рожу разобью, ты понял? А что это? Эй, менты поганые! Вы что, вообще охренели? Вы кого током ударили? Я депутат! У меня, между прочим, депутатская неприкосновенность! Ну так мы же вас руками не трогали. Вот крыница. Еще одно прекрасное свойство моего шокоспиннинга. Слушай, надо патентовать его. Надо патентовать. Шокоспиннинг. Лучший для мужчины лет. На троих. Здрасте. Здрасте. У меня... Проблема. Да это сложно не заметить. Секунду. Наркоман, шо я. Мне допинг. Да я так и поняла. Наркотиками не торгуем. Нет, нет. Мне допинг перебить нужно. Соревнования неделю как закончились, а я остановиться не могу, понимаете? А шо вам дать? Секунду. Вот. Дайте сюда. Ой, такого у нас нет. А где есть? Так, на Житомирской? Ага. Чужо. Я вам не успела договорить. На Житомирской нет. Куда еще? Я вот и хотела вам сказать, что на Житомирской нет. Сейчас позвоню на индустриальную. На индустриальной тоже нет. Я только оттуда. А. В Харькове точно было. Сейчас я вам закажу. Какая улица? Машина строительная. Окей. Спасибо. Алло, Харьков. К вам тут со дня на день прибежит один бегун. Под допингом. Шо? Он уже у вас? О. О. Здрасте. Здрасте. К вам тут такой странный. Не забегал? Забегал, да. Где он? В Харькове. А что вы ему за допинг такой дали, что он в таком состоянии? Да какой допинг? У нас на допинг денег нет. Это его спортсмены из соседней страны угостили. О. Мы его теперь неделю словить не можем. Пейте, пейте. Алло, Олимпийский комитет? Я его нашел в Харькове. Так что, ловите его там. Все. Ху. Что-нибудь еще? Есть у вас что-нибудь от сердца? Для сердца. Нет, мне именно от сердца. Так. Сына я родил. Дерево посадил. Осталось только дом построить. Добрый день. Здравствуйте. Сидите-сидите, не вставайте. Ага, спасибо. Чем могу помочь? А я по вопросу кредита. Прекрасно. У нас самые выгодные условия. Значит, у вас точно есть деньги. Ну, конечно, мы же банк. И даже 10 тысяч. Это мелочи. Оформляем. Прекрасно. Так, я вам задам несколько вопросов. Пожалуйста. Итак, цель вашего кредита. Цель на шторы. Интересно. Первый раз такое. А раньше брали кредит у нас? Нет. Вообще не брали кредит? Не брала. Прекрасно. Позвольте узнать ваш доход. А это обязательно? Да. Пять тысяч. Прекрасно. И, пожалуйста, ваши документы. Мои документы? Да. А я предлагаю вам взять ваши документы и начать оформлять этот кредит. Ведь вы папа Никиты Тарасюка, да? Да. А вы? А вот если бы вы ходили на родительские собрания, то вы бы знали, кто я. Я классный руководитель вашего сына. А, здравствуйте, Зинаида Васильевна Петровна. Да, да, да. Так, а зачем вам так много денег? Ваш Никита уже в одиннадцатом классе. Да? Ага. Но вы не ходили ни на одно родительское собрание, никогда не поднимали трубки. Это спасибо Никите, что он сказал, где вы работаете. Я еле вас нашла. Надо было его Павликом назвать. Не мог год потерпеть и папку не сдавать. Что вы там шепчете? Оформляете. Мне еще полкласса нужно обойти. Да, конечно. Так, тут по поводу вот этих выписок. А, Андрей Иванович, очень приятно. Папа Сережа Никитина. Вы думаете, я вас не узнала, да? Ой, а у меня там важный звонок. Стоять! Звонок для учителя. А можно в туалет? Спасибо, пожалуйста. Паразит. А вы оформляете, оформляете. Оформим кредит на шторы, а потом поговорим про выпускной и ремонт. Шоковый. На троих. Вот здесь. Да ладно. Как? У меня третий глаз. А, так ты подглядывал. Да это образно так говорят. Третий глаз. А, так вот какой глаз мне начальник собирался натянуть. Я заменяюсь, можно? Можно, да. А ну-ка, проверь свой глаз на нем. Легко. Ага. Ну, это зельмое едмо. Ч-ч-ч-ч. Везете контрабанду? А, да. Откуда вы знаете? Так это же наш Капперфильд. Капперфильд. Капперфильд это мошенник. А у меня дар. Третий глаз. Третий глаз. Сейчас узнаю, что везет. Так мы везем. Ч-ч-ч. Алкоголь. Да. Ай-яй-яй. А вы знаете, что вам светит за ввоз алкоголя контрабандой? Хлопцы, хлопцы. Может, я как-то порешаю? Ну, конечно, порешаем. Выгружаешь половину груза и едешь дальше. Да. А чего ж половину? Вас же ж двое. Тем больше, людина с даром. С третьим глазом. А давайте я вам все выгружу. А сам поеду за новою ходкою. Ой. Да? А куда выгружать? Прямо возле кафе выгружайте. Ага. Господи, голова почуя. Він не поверит. Видишь? Мой дар тоже пригодился. Да. Напугал ты его своим глазом. Человек весь свой товар возле кафе выгружает. Ой. Красава. Ах. Там выгружает груз, да? Сюда, занеси пару бутылочек. Ага. Ты же сказал, что у него там контрабандный алкоголь. А у него там мусор. Дай противогаз подышать. Ты ему сказал возле кафе выгружать мусор. Вот и дыши теперь через свой третий глаз. Волшебник хренов. Из-за тебя ни окна не открыть, ни проетрить, ни хрена. Я теперь в этой хрене должен месяц ходить. Твою мать. И это нафига здесь? Ой. Нафига это здесь? Ах. Забери то, что ты принес, козел. Ты что, не верил, что это мусор? Нахрен ты мит и пакеты притащил? Я просил две бутылки резки. Баран. Ну, наконец-то. Наконец-то я к тебе добрался, моя принцесса. Я проделал такой большой путь. Мы живем в одном подъезде. Какой такой большой путь? Слушай, а куда ты своего мужа отправила? Он пошел в магазин. Так, стоп, он сейчас вернется, что ли? Да не вернется. Я его пасала за помидорами черри и черным длиннозернистым рисом. Чего? Вот с таким вот выражением лица он и проходит по магазину, пока все не купит. Короче, черту разговоры. Переходим к делу. Ого! Ничего себе, кто-то там сверху орги устроил. Ох, знал бы, кто этот мужик. Я бы ему руку пожал бы. Сашка, я не хочу тебя расстраивать, но сверху твоя квартира. Как моя? А я же здесь. А она там. Это кто-то там старается. Нет, ну, может быть, она смотрит сериал и прыгает от удовольствия. Алло! Танечка, Танюша, а ты дома сейчас? Дома, да? А я вот в подъезде, да, поднимаюсь сейчас. Ага, давай. Давай. Ох, я этому мужику не пожму, а сломаю эту руку. Я что-то кеблазину. Урод такой. Сейчас, сейчас. Э, здравствуйте, извините. Здравствуйте. А ты кто? Да такая ситуация, понимаете, зашел к одной барышне, там, женщина, охонь. И тут ее рогоносец с работы возвращается. Ну, по балкону спустился и к вам. И что этот рогоносец? Ой, всю малину нам поломал, я только разогрел. Ну, она сейчас его в магазин, сказал, отправит, и я обратно. Можно я у вас пару минуточек перекантуюсь? Конечно, можно. Спасибо. Конечно, можно. А пойдем-ка на балкон выйдем, покурим. Девочки. Я тебе покажу, какой прекрасный вид открывается с балкона на городскую больницу. А что вы на меня так смотрите? А что? Я тебе сейчас объясню. Да, все. А на тебе. Получил. Да, схему с магазином. Надо менять. Максимка! Максимка, сынок! Приехал папа! Тихо, 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 тихо. Тихий час идет. А ну, взять, бать! Что вы хотели? Максимку. А, это ж вам, Виктория Сергеевна. Дорогая. Так вы за Максимкой... Лысенко. А у нас Максимок нет. Может, вы посмотрите во второй группе? Какой? Второй группе? Виктория Сергеевна, вы что, не признали меня? Это ж я. Сашка, Лысенко. А, Александр Николаевич! Так, какой я, Николаевич? Сколько лет-то прошло? Да что, все трое. Три года, как мы ушли в море. Да я, прикинь, на сушу только вступил. Сразу ноги понесли сюда, в детский садик. Максимку своего увидеть. Ну, вот и считайте, три года. А он сейчас вырос уже, ваш Максимка, и в школу пошел. А, ну да, ну да, что-то я, ёк-макарёк, не сообразил сразу. Так я, это, в школу пойду. Да. А, да, спасибо. А, Александр Николаевич! Да. Может, вы сразу дочку свою заберете? Какую дочку? Танечку, Лысенко. Танечку, Лысенко? Да, хорошенькая такая, всего два года, а уже до пяти умеет считать. Так у меня еще и дочь! А, это вам! Саня? Ксюня? Саня. Ксюня! Саня? Ксюня! Ксюня! Вот оно как. Это, я же за Максимкой прискакал, а она, говорит, в школу уже ходит. О, как время летит, ёк-макарёк! Говорит, дочь у меня! Да я не знал! Ты знала? А? А ты что, беременна? Нет. А ты же мне по скайпу звонил. Звонил. И я, это... Псс! Дождалась! Выходишь? Дождалась! Ксюня! Саня! Так а где же дочка моя? Танька, блин, ё-моё! Я тебе сюрприз хотел сделать, а тут выходит ты мне. Такой сюрприз забомбашила. И Танька, и Максимка, и кто там еще. Тань! Таня! Просыпайся, Таня! Папа приехал! Я так понимаю, про двойняшек лучше пока не говори. Прикинь, моя вчера пришла с корпоратива, вот еле на ногах. Но я ей капельницу с глюкозкой хлоп, и наутро мне было такое активное пробуждение. Везет вам! А моего глюкоза уже не берет. Приходится рассольник внутривенно вкалывать. Здрасте. Здравствуйте. Док, короче, проблема у меня. Слушаю. Я уже не выдерживаю. В смысле? Извини. Да. Да он что, оборзел что ли? Да высыпь на его пивной завод тонну соли с вертолета. Ага, устроим ему пивную вечеринку. Давай. Извини, док, дела. Короче, не выдерживаю я, док, уже. У меня в день по 20 встреч, и с каждым надо хряпнуть. Раньше еще ничего. Сейчас я уже к пятому сдаюсь. Извини. Да, доча. Говори громче, тебя не слышно. Слушай, купи себе там в Англии на карманные деньги нормальную вышку мобильной связи. У нас там не школа, а черт знает что. Все, давай, перезвонишь. Сори, док. Ничего страшного. Так если раньше я мог по 10 проституток за вечер в бане отдалить, то сейчас после пятого у меня уже отдышка, я дышу как паровоз. Я не могу, док. Спасай. Деньги не проблема, делай все же надо. Ну, мы, конечно, сделаем. Мы, значит, с полной, так сказать, для начала что? Мы возьмем анализы, проведем обследование, посоветуемся, соберем лучших специалистов, и через недельку приходите за результатом. Отлично, лекарь. Все, что надо делать. Только все, чтобы по высшему разряду было. Обязательно. Да мне не экономь. Не надо. Не будем. Деньги не проблема, понял? Что там у меня, док? Знаете, я впервые за свою карьеру такое вижу. У вас одна почка, одно легкое и половина печени. Как такое возможно? Не понимаешь, да? А думаешь, откуда у меня все это? Я в девяностые половину органов своих продал, а бабло вложил в малый бизнес, кроме одного органа. А он вырос и стал большим. Ой. В смысле, бизнес вырос. Так что будем делать? Знаете, уверенно могу сказать, вам нужна пересадка. Только, док, пересади мне всего по пару экземпляров. На всякий случай. Не экономь, понял? И только в среду я не могу. У меня сделка с китайцами. Ох, они вонючие, что-то бухают. Ай, где моя печень? Ну все это дело. Вот, вот что значит своевременные инвестиции. А может мне тоже во что-то вложиться, а? Виктория Сергеевна, судя по тому, как мы пьем на работе, товар уже не первой свежести, много не заработаете. Так, мне, знаете ли, 23. Да, поэтому за молодость. Хи-хи-хи. Как он жил? Ай-хи-хи-хи-хи-хи.